Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня правозащитник и экс-депутат Госдумы Лев Пономарев. Здравствуйте. Лев Александрович. Здравствуйте. Телефон прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9. 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Задавайте вопросы также из-за рубежа. Кот Латвии плюс 371. Напишите в WhatsApp 230-6191. Я отмечу также для наших слушателей, что вы являетесь лидером движения «За права человека». И вот пару недель назад вы были задержаны на пикете у здания ФСБ на Лубянке. И позже, как нам сообщали в СМИ, вы были госпитализированы, так как полицейские применяли к вам силу. Почему вас задержали и как это было? Ну, я не буду увеличивать. Меня все-таки задержали. У меня был синяк личный под глазом, но я отказался от госпитализации, потому что не было повреждений. Но, с другой стороны, я на себе как поставил некий эксперимент. Как ведут себя полицейские при задержании молодых людей. Ясно, что со мной они умеряли, так сказать, свои возможности. Но с молодыми они так себя ведут. То есть меня незаконно задержали. Я отказался следовать за ними. Они применили силу. Меня посадили в автобус. А в автобусе пытались отобрать смартфоны. Мы отказали их отдавать. Нам предупредили, что все будут оформлены протоколы о невыполнении законных треней полиции. Потом нас привели в полицейский участок. Я потребовал адвоката. Адвоката не повели. Я отказался идти, опять-таки, без адвоката. Применили силу. И в результате у меня был здесь заметный синяк. Но после этого вызвали скорую помощь, потому что я человек немолодой. Меня проверили. Слава богу, все нормально. Я подал сейчас заявление в Следственное комитет о возбуждении уголовного дела. Это обычное... Вот именно так себя вели полицейские на задержаниях во время московских протестов известных. А именно за это молодые люди, некоторые бы, получили один, два, три, четыре года, когда они просто не выполняли незаконные требования полиции. Чем объяснялись действия силовиков вот две недели назад в отношении вас? Никак не объяснялись. Просто они вели себя так, как привыкли. Вот началось с того, что вот мы стояли в одиночном пикете. Одиночный пикет разрешен в России. Они сказали, незаконная акция. Я подошел к руководству, так как все-таки я человек известный, я правозащитник. Я эксперт при уполномоченном правом человека в России, при российском басмине. Я подошел к полковнику, говорю, все, что вы делаете, незаконно. Он, не глядя мне в глаза, сказал, задержите Пономарева. Меня полиция схватила, и полокла к автобусу. Вот так себя ведет полиция. Сегодня, учитывая, что в России не объявлена чрезвычайная ситуация, но, тем не менее, есть режим самоизоляции, хотя тут возникают такие юридические вопросы и противоречия. На самом деле, с одной стороны, это вроде как режим самоизоляции, и люди могут тогда выходить на улицу, но если они выходят на улицу, то их задерживают. Вот как вы оцениваете действия правоохранительных органов, силовых структур в этой конкретной истории? Ну, вы знаете, людей задерживают, но мы сейчас наблюдаем, как это все происходит. Дело в том, что в России устроена вся система, что даже если применяются строгие законы, то, как бы, декларируются, они не все применяются. А с другой стороны, когда закон, как говорится, не строгий, то он намного более строго применяется, когда власти это выгодно. Поэтому сейчас, на самом деле, идет, я бы так сказал, диалог между властью и обществом. Когда власть объявила, что будет очень строгие, так сказать, наблюдения за тем, кто и как выходит, сказали, что всем надо будет регистрироваться в интернете и так далее. То есть, в интернете очень было большое возражение против этого. Это говорили и оппозиции, и правозащитники. И мы видим, сейчас власть тормознула этот процесс и не вводит такой строгой регистрации. И я где-то кого-то задерживаю, где-то кого-то нет. То есть, на самом деле, набирается некий практический опыт. И я надеюсь, что в условиях вот такой уже реальной проблемы, которые есть, а именно пандемии, может быть, власть будет вести себя более умеренно, так сказать, и найдется некий баланс, но уже не основанный на законе, а, так сказать, на том, как власть и общество понимает выполнение закона. Вы ведь уже давно занимаетесь правозащитной деятельностью. Был ли у вас такой настоящий страх за свою жизнь сильный? Ну, я бы так сказал, что вообще по большому счету не было. Но один раз меня избивали, так и довольно прилично. В 2009 году били ногами по голове и так далее. Но в тот момент, когда меня били, тогда у меня был страх за свою жизнь. Это да. Я кричал, так сказать, и слава богу, консьерж вышел из подъезда, и изменение прекратилось. А так, на самом деле, понимаете, когда ты выбрал для себя какой-то образ жизни, который ты считаешь наиболее правильным для себя, и который приносит тебе впечатление, что не зря живешь, но иногда применяют такое слово «драйв», то ты не задумываешься о тех издержках, которые, может быть, этот драйв несет. В чем сегодня цель вашей оппозиционной деятельности? У меня, понимаете как, я вообще правозащитник, поэтому строго сказать, что я оппозиционер, это было бы, наверное, неправильно. Но, с другой стороны, когда в стране устанавливаются тоталитарные порядки, тоталитарные порядки, то, конечно, борьба с этими тоталитарными порядками становится в том числе и как бы политической деятельностью. Да, вот я вижу цель установить попытки установить тоталитарный режим в России, деспотический тоталитарный режим. Это не только я этим занимаюсь, я думаю, что большинство правозащитников так понимает свою миссию. То есть, фактически, правозащитники перестают быть экспертами в области правчаток, в которых в демократических странах чаще всего правозащитники – это эксперты, которые следят за тем, что делает власть, подсказывают ей и каким-то образом взаимодействуют с демократической властью. В России сейчас, к сожалению, правозащитники вынуждены становиться уже как бы оппозиционерами. Ну, вы ведь были депутатом Верховного Совета РСФСР, потом депутатом Первой Государственной Думы. Почему все-таки вы приняли решение идти из политики в правозащиту, не в науку, например? Вы ведь ученый-физик. Да, но в науку мне просто было уже неинтересно. Видимо, я был рожден для того, чтобы заниматься общественной деятельностью. И поэтому я в науку даже не рассматривал возвращение. Но я мог бы остаться депутатом, но меня несколько раз не выбрали. И потом я понял, что меня уже больше не выберут, потому что большое очень значение играли деньги. В ельцинский период фактически все больше и больше играли роль деньги. А вообще какие-то свободы все-таки оставались. И возможность заниматься защищать свободу слова в том числе можно было в стране. И я понял, что для меня, так сказать, для того, чтобы сохранять интерес к жизни, вот именно правозащитная деятельность для меня была более оптимальна. Хотя баллотировался несколько раз, но проигрывал выборы, потому что у меня не было нужной финансовой поддержки. На ваш взгляд, почему так много людей стремятся стать депутатами Государственной Думы? Вы как раз упомянули, что нужны деньги. Это достаточно серьезные инвестиции в себя, в рекламную кампанию для того, чтобы туда попасть. Государственная Дума позволяет эти деньги, если говорить, может быть, немножко грубо, отбить и заработать еще? Или это вопрос статуса? Вот как вы это можете... Ну, вы знаете, довольно сложно. Я не настолько сейчас слежу за судьбами депутатов, но я думаю, что все вместе. И совершенно очевидно, что эти люди, как правило, очень богатые. Вот как мы объясняем, у них большая собственность за границей, и не случайно, потому что это все деньги, так сказать. Но и одновременно... Я думаю, что главное все-таки, скорее всего, деньги, если отвечать на вопрос, то, скорее всего, статус и деньги. Политический статус, это нужно только для того, чтобы заработать деньги. А как депутат Государственной Думы может заработать деньги, ну, помимо той зарплаты, которую он получает? То есть есть какие-то отработанные схемы? То есть для чего туда идут все-таки? Ну, вы знаете, влияние... У нас же власть очень коррумпирована. И не надо понимать слово «коррупция» как конкретные взятки, хотя они тоже реально процветают. Просто влияние решить... У нас есть такое понятие «решить вопрос». Позвонить куда-то, подсказать, решить вопрос, а потом тебе дают либо какой-то кредит беспроцентный, либо просто тебе дарят квартиру, красивую квартиру, построенную в центре Москвы. Обходится без денег. Ну, насколько Государственная Дума сегодня является влиятельным органом, потому что если смотреть на ситуацию со стороны, мы видим, как президент России выступает с инициативой, и как Дума практически единогласно и единодушно этот закон принимает. Соответственно, нет никакого сопротивления, нет никаких дискуссий по каким-то ключевым моментам. Ну, можем взять хотя бы выступление Владимира Путина и поправки Конституции, которую он анонсировал. Государственная Дума там очень оперативно сработала. Насколько это влиятельный орган сегодня вообще в целом? Ну, видите, у нас власть считает необходимым сохранять некоторые признаки демократического, демократические институции сохранять. Вот парламент там и так далее. Это как бы такое украшение на том достаточно деспотическом режиме, который в России сейчас возникает и угребляется. Видимо, сейчас стадия такая, что для власти необходимо сохранять эти признаки. И я должен сказать, что это довольно естественно, потому что в 90-е годы у нас возник парламентаризм, и даже до конца 90-х годов, когда Ельцин уже плохо контролировал ситуацию в стране, все равно у нас фактически правительство при нем, позднем Ельцине, было прокоммунистическое, и это, собственно, было и признаком демократии. И поэтому одномоментно вести тоталитарный режим они и не были способны, да и не планировали. Сейчас у нас бесспорно парламент является инструментом исполнения воли исполнительной власти, ну, как бы выполняет исполнительную власть, но я должен сказать, но одновременно парламент сохраняет возможности для того, чтобы в какой-то момент вернуться к демократии. Поэтому мы, я считаю, важным участвовать в выборах, я считаю важным не себе уже, а то, что есть оппозиция, участвовать в выборах. И я должен сказать, что единственный способ мирно, если будет тоталитарный режим в России, то будет восстание. Я в этом мало сомневаюсь. И власть это тоже понимает. Будет опять-таки полная дестабилизация, что-то похожее на 17-й год. Поэтому сохранение этих институтов власть считает важным. И в каком-то смысле это договоренность с обществом. Тогда вроде как люди не выходят и не свергают власть. Но с другой стороны это сохраняет возможность нам рано или поздно мирным способом вернуться, сохранить, восстановить деятельность этих институтов. И за это идет борьба. Вы 10 марта 2010 года подписали обращение российской оппозиции под названием «Путин должен уйти». Судя по истории с обнулением, уход Путина, возможно, еще будет не скоро. Или вы думаете иначе? Ну, я должен сказать, что... Я надеюсь, тогда мы поторопились, конечно. Ну, то есть мы правильно сделали, что подписали. Инициатором этого документа был Гарри Каспаров. И я должен сказать, что тогда, в общем, я долго размышлял, какая будет реакция там и так далее. Я должен сказать, что власть привыкла к тому, что ее сейчас публично критикуют. И сейчас это банальность была бы подписания такого документа. И в каком-то смысле мы можем надеяться, что все меньше и меньше времени остается к тому моменту, когда Путин уйдет. И, в общем-то, мы начнем восстанавливать демократические институты. Здесь принципиально важный момент, чтобы это происходило мирно, а чтобы власть не применила чрезмерную силу, чтобы не были тысячи, там, десятки тысяч арестованных, политических заключенных. Вот. Я надеюсь, мы к этому идем. Учитывая вот некие сложения нескольких кризисов, которые сейчас произошли и политические, и медицинские, условно говоря, пандемию, и экономический кризис, который сейчас ожидается, я думаю, что это все будет способствовать ускорению ухода власти. А позицию вы сегодня считаете российской эффективной? Дело в том, что я считаю эффективной гражданскую оппозицию, потому что делает политическая оппозиция, партийная оппозиция. У нас довольно слаба. А у нас фактически разрушены все политические партии. Ну, им не дают возможность работать, выдвигать своих кандидатов. Но гражданская оппозиция со стороны гражданских активистов довольно велика. Потому что что такое гражданский активист? Он решает какие-то вопросы важные для его жизни в реальноем, в городе, в поселке. И они видят, как власть плохо справляется с решением таких простых очень проблем. И поэтому сопротивление власти во всех регионах России сейчас увеличивается. Особенно ярко это проявилось в защите экологических прав. То есть прав граждан на жизнь, здоровье и так далее. Ярким примером является борьба за противостроительство полигона, мусорного полигона в Шинсе на севере России, на расстоянии полутора тысяч километров от Москвы, куда собирались крупнейший мусорный полигон в Европе, предполагали создавать на севере России, меняя там экологию, так сказать, и нанося реальный вред людям, которые живут на севере. Народ возмутился. И я должен сказать, он неплохо держит оборону уже фактически два года. У нас много вопросов, они поступают по Фейсбуку, чуть позже зачитаю. Вопрос об Алексею Навальному. Вы как-то, комментируя отношения с ним, сказали, что он известный, во-первых, российские оппозиционеры, как мы знаем, но вы сказали, что вам с ним не о чем разговаривать, потому что он сторонник русского национализма. На основании чего вы сделали этот вывод, что вот он так рассуждает? Это был вывод, который был сделан, наверное, лет 10-12 назад, когда он мне сам это сказал, что будущее в России только у русского национализма. И я должен сказать, конечно, он сейчас корректирует это высказывание. И вот сегодня, вчера я видел его в интернете, и его предложения о том, как бороться с пандемией, они вполне разумные. Ну, нельзя сказать, что он и первый их произнес, он сделал такой обзор тех предложений, которые делаются экспертами в области экономики, и все его предложения разумные, и я должен сказать, что я готов их поддержать. Но когда недавно он был на эфире, его спросили, выйдете ли вы на русский марш, он сказал, да, я выйду обязательно на русский марш. Я должен сказать, что, по-видимому, эта мысль у него осталась. И она меня по-видимому смущает. Вопросы из Фейсбука, которые задают наши слушатели. Александр Кузьмин спрашивает у вас. Интересен был бы комментарий Льва Александровича об отступлении стран в условиях пандемии, отчасти обязательств по Европейской конвенции о правах человека и Международному пакту о гражданских и политических правах. Латвия к этому прибегла, а, например, Италия нет. Прокомментируйте. Ну, я должен сказать, что мы понимаем, что это форс-мажорные обстоятельства, и хорошо известно, что во всех законодательствах, ну, видимо, в том числе и демократические государства, понятие форс-мажор существует, когда вынуждены страны, в общем-то, ограничить права граждан. А граждане обязаны за этим следить и как бы не допускать чрезмерные нарушения права гражданина. Этот вопрос очень сложный. Я не могу сказать, что я обладаю рецептом для любой страны. И мы понимаем, насколько в Италии оказалась другая ситуация, чем в Южной Корее, например. И поэтому никаких рекомендаций отдавать не буду. Но я внимательно следую за тем, что в России творится. И готов как бы призывать к сопротивлению в том случае, если чрезмерные меры будут применяться в России. И в каком-то смысле уже мы это делаем, правозащитники. Мы, например, заметили, что нарушаются, грубо говоря, права прежде всего заключенных. Если люди, которые живут на свободе, все это худо-бедно, у нас есть надежда, что мы минимальным образом пострадаем при варианте, который сейчас пока власть развивает при борьбе с пандемией, то заключенные сейчас обречены у нас в России, в общем-то, болеть. И не только, кстати, заключенные, но и люди, которые их обслуживают, условно говоря. Которые служат в учреждениях, в тюремных учреждениях. Поэтому мы требуем, чтобы была примена амнистия. И об этом сейчас собираем подписи, и голос сейчас все громче и громче. О том, что необходима амнистия для заключенных, для тех, которые сидят в колониях, в следственных изоляторах. Также и другие есть группы граждан, которые сейчас страдают. Например, россияне, которые застряли из-за границы. Могли бы давно их всех вывезти, но почему-то не вывозят. Делают это очень медленно. И тоже это целые десятки тысяч граждан, которые сейчас страдают из неправильных действий власти. Ну и так далее. Могу пересчитать и другие группы, которые сейчас страдают. И мы за этим следим. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните, также пишите нам в WhatsApp 230-6191. Вы сказали о том, что те события, которые происходят, сейчас пандемия, они могут ускорить уход Владимира Путина. Есть и другая точка зрения, что в кризисные моменты народ сплочается вокруг своего лидера. По крайней мере, мы слышали слова Вячеслава Володина о том, что Путин это Россия, без Путина нет России. Ну, я цитирую по памяти, но смысл примерно такой. На ваш взгляд, вот эта история с карантином, который не объявлен, но который де-факто существует, она не может укрепить власть Владимира Путина и сплотить вокруг него общество? Ну, я думаю, что вполне возможно временное укрепление. И это довольно естественно, тем более телевизор, так как говорится, сейчас не выключается, работает каждый день. Но опросы общественного мнения, которые проводились в начале пандемии, говорили о том, что поддержка его вот этой темы, значит, реформы Конституции, так сказать, введение так называемых поправок Конституции, путинских поправок Конституции, результатом которого стало обнуление его срока, оно не понравилось очень многим людям. Надо сказать, что вот эта тема продолжает все равно обсуждаться, тем более у людей, которые сидят по домам, такие возможности сейчас только увеличились. И укрепление вот такого мнения среди оппозиции, гражданских активистов, что Путин должен уйти после коронавируса, вот эта тема продолжается, она только укрепляется. И я должен сказать, что я надеюсь тоже внеси свою лепту и мои коллеги-правозащитники укрепить вот эту твердую уверенность, что Путин исчерпал все свои возможности. Но вы видите альтернативу сегодня? Альтернатива – это выборы, демократические выборы – это альтернативы. Мы должны готовиться к выборам 2021 года, парламентским выборам 2021 года, ускорять президентские выборы, требовать о том, чтобы они были досрочные. Ну, нередко просто говорят о том, что если не Путин, то кто? Такое распространенное мнение. Вы считаете, что появится какой-то достойный кандидат, если будет возможность выборов? Ну, в любом демократическом государстве говорить о том, если там не Трамп, а кто-то, так сказать, это даже неприлично. Совершенно очевидно, что так же неприлично говорить образованным людям в России. Нужны выборы демократические. Кого выберут, тот и будет. У нас звонок радиослушательной линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Вот по вашему гостю будет вопрос. Вадим, просьба вас не... Пожалуйста, задавайте вопрос. Я буду вас перебивать. Да, коротко и емко формулирую. Коротко, да, будет. Вопрос такой. В связи с тем, что в свое время, во время, когда разваливал Ельцин с Горбачевым, ее команда Советский Союз, в Латвии образовалось неграждане. И эта ответственность и российская сейчас собирается с тем, что она не правоприемник. Вернее, она правоприемник. Не хотели ли вы вступиться как правозащитник, защитить русскоязычных, которые и по вине включающей России оказались в такой дурной ситуации? Да, спасибо. Про неграждан слышали наш? Ну, я должен сказать, что вы ставите, наверное, какой-то очень важный для вас вопрос. И вы понимаете, наверное, в чем ущемляются ваши права в той стране, в которой вы живете. Но я должен сказать, что я не занимаюсь этой проблемой. Есть некие правозащитные организации в России и в Совете по праву президента Российской Федерации люди, которые изучают этот вопрос и ставят, может, этот вопрос и перед Путиным, еще перед кем-нибудь. Это не мой вопрос, прямо скажем. Поэтому я готов вам... Но вы начали с того, что я готов прокомментировать. Вы сказали, что Горбачев и Ельцин разводили Советский Союз. Это неверно. Советский Союз развалился благодаря неумелому управлению коммунистической партии. Вот неумелому управлению. Фактически от того, что коммунистическая партия не сумела сохранить свою власть и способствовать переходу к демократизации страны. Потому что именно в экономическом соревновании со всем миром Советский Союз проиграл эти соревнования. Поэтому изменений в стране хотели большинство фактически жителей Советского Союза. Они, может, это не так четко аргументировали, но все понимали, что именно в Европе люди живут лучше. Они живут во всех отношениях лучше. Там они лучше питаются, лучше защищены социальные права, политические, и у них больше свободы. Именно вот это понимание заставило руководство коммунистической партии двигаться к демократизации страны. Но Горбачев не сумел сохранить свою власть и руля, чтобы сделать это достаточно мягко. Поэтому произошел катаклизм, можно сказать, и Советский Союз разобрался. У нас звонок еще. Примем его. Да, примем звонок. Здравствуйте. Добрый день. Ваш гость передергивает. Был вообще-то референдум по сохранению СССР. Не надо врать. Вопрос будет у вас, Олег? Нет, видимо. Бросил трубку. Вот такой комментарий от нашего радиослушателя о референдуме. Ну, что я могу сказать? Что события довольно бурно-то развивались. Фактически, я считаю, что самое главное, что тогда удалось гражданам России и Советского Союза сохранить, это то, чтобы развал Советского Союза не произошел по югославскому варианту. Хотя такие признаки были. Кровь появилась и в Грузии, и в Литве, и в Азербайджане в эти годы. Тем не менее, большой крови не было я считаю, что это большая заслуга ну, как бы и власти в то время, хотя бы когда Микпочок ее потерял, а и население в консенсу в России. Еще звонок у нас. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Ну, ты знаете, вы все-таки делаете акцент на референдум, что вы здесь крутите про кушать, они там джинсы носили, жвачку жевали. Не надо нам сказки рассказывать. Вопрос задавайте, Александр, а не дискуссия. Вопрос такой. Вот Василий Леонтьев, лауреат Нобелевский певи, наверное, вы знаете, приезжал и делал анализ со своей группой. Никаких причин для развала не было. Чистое предательство. И еще один вопрос. Вы помните, как ваши друзья в 93-м году, такие вот демократы, как вы написали письмо 42-х, прочитаете фамилии и что они требовали, как раздавить фашистских гадинам. И сейчас вы тоже в эту дудку дуете. Кто же вам поверит? Да. Ну, вот такие эмоциональные комментарии вот слушатели наши. Вы вправе верить мне, не верить, но я должен сказать, что я действительно был там, я не снимаю себя никакой ответственности. Я был тогда, в общем, общественным и политическим деятелем. У вас неправильное представление о том, что происходило в стране. И оно не совпадает с моим представлением. И если вернуться опять к теме референдума, да, референдум был проведен, Горбачев пытался сохранить Советский Союз, но Советский Союз разводился. Я думаю, как, кстати, разводился он толчком уже к окончательному развалу Советского Союза. Это был, значит, ГКЧП, так сказать. Это был путь, который совершили военные, а в нем активно участие организационной структуры КПСС и КГБ СССР. Если бы не было путь, то я уверен абсолютно. И, кстати, и Демократическая Россия, которую я тогда в том числе представлял, руководил, движение Демократической России, оппозиционно-коммунистическая партия, ну, мы тогда находили общий язык с Горбачевым. То есть мы предлагали сохранить Советский Союз в виде союза, на самом деле, независимых государств, поэтому сохраняя определенные связи, экономические связи, привезли все, но путь ГКЧП, выход, вывод танков на улице Москвы прекратили эти все разговоры. Фактически страны, вот, руководство республик, Украины, прежде всего, Украины, Белоруссии, Казахстана, крупнейших республик, и балтийских стран, которые тогда определялись уже, напугал. Этот путь напугал, и все стали бояться, что военные власти, если военные к власти в стране, то будет развиваться югославский вариант. То есть военные будут пытаться сохранить Советский Союз силы, не испугавшись этого, вот пошел парад суверенитетом. Поэтому прежде всего надо обвинять путь ГКЧП, который произошел в августе 1921 года. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Ну вот много можно было бы возразить, но одну реплику скажу. Вот как-то очень незрело для вашего зрелого возраста такие суждения. Вот большой крови не было при Горбачеве. Кровь начатая тогда... Вопрос задавайте, Владимир, ну не дискуссионная эта программа. Не кажется ли вам, не кажется ли вам, что кровь, которая тогда начала литься и льется до сих пор, это то, что Горбачев и вы вкупе с ним называете большой крови не было? Ну глупость очевидная. Ну у нас с вами разные точки зрения, поэтому я уже все сказал, что я думаю над тем. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Ваш союзник Леонид Гознан сказал, что он тут был, кстати, что приняты поправки Конституции, он их принципиально выполнять не будет. А вы будете? Не понял вопрос, на самом деле. Это уже Конституция по поправкам которой, я так понимаю, что речь идет о тех поправках, которые Путин сейчас продвигает, что они не всеми будут выполняться. Вот планируете выполнять, если они будут приняты? Ну, вы знаете, что они настолько разные, эти поправки Конституции, что штаб главная поправка это обнуление, обнуление сроков Путина, то есть Путин навсегда. Вот я должен сказать, что вот это мне не нравится. Что такое я не буду выполнять? Я не Путин, как говорится, но я буду способствовать тому, чтобы Путин не был навсегда. Это определенно. Не только я, но многие другие. Вы сказали, Гозман был, но и Гозман, видимо, тоже мой союзник. Да, Гозман у нас был вчера в программе. Не знаю, насколько он является вашим союзником, но... Леонид Гозман, да, он вполне мой союзник является. Основной вопрос. Вопрос из WhatsApp у нас. Я против обнуления срока Путина, пишет Павел, но из головы не выходит мысль, а если большинство России хочет видеть Путина дальше в президентах, то как тогда быть? Вот такой вопрос. Нет, ну так, я и говорю о том, что только мирными способами, только, значит, только участвуя в выборах, какие бы они ни были, не демократические, участвуя, меняя власть на самом нижнем уровне, муниципальном, а на муниципальном, слава Богу, выбирают, как правило, людей, которые действительно известны, и которые действительно что-то делают для граждан России, а на муниципальном уровне каждый кандидат может обойти все квартиры, пожать руку, как говорится. И вот на муниципальном уровне я вижу все больше и больше людей приходят представляющие, как говорится, народ. То есть на самом деле у нас сейчас постепенно вырастает новая палеяда политиков, которые строят свою карьеру, начиная снизу самого. И мы видим, как много муниципальных депутатов, таких пришедших из гражданских активистов, выбранных в Москве, выбранных в Санкт-Петербурге и во многих других городах. Я думаю, таким образом мирно мы сумеем все-таки изменить власть. Сегодня из молодых позиционеров и кандидатов потенциальных, может быть, есть такой Егор Жуков, который себя позиционирует как будущий президент России. Знаете, его 21 год ему. Ну, насчет президента России, он, по-моему, сам себя не позиционирует. Может быть, я сам уже позиционирую, но он мне нравится. Он хороший журналист, работает на Эхимоскве. То, как он ведет интервью, это очень, вполне профессионально, тем более в его возрасте. Он заявлял как раз о намерении баллотироваться в президенты. Насколько, на ваш взгляд, это потенциально, может быть, перспективная история? Готовы за него проголосовать? Мне это трудно оценить, как бы это, мне было бы, это поспешно. Мне кажется, это поспешно. За Навального готовы проголосовать в случае, если он пойдет, пройдет все-таки? Ну, это вопрос сложный. Если он будет по-прежнему призывать к русскому маршру, то не буду голосовать. Я вам должен объяснить, в чем проблема. Дело в том, что любое национальное меньшинство имеет право на, так сказать, какое-то свое представительство, так сказать, ставим из своих власти, потому что на меньшинство и оно, как правило, все-таки ограничено в своих возможностях, в том числе, кстати, русское меньшинство в вашей стране. Возможно, у них есть претензии довольно серьезные, но мне не нравится, что российская власть активнейшим образом фактически рассматривает как своих партизан, скажем так, и влияет на, пытается влиять через них на политическую, демократическую политическую власть в Латвии, допустим. Мне это не нравится. Хотя у них претензии могут быть вполне обоснованные, я должен сказать, они обращаются в европейский суд, иногда, кстати, по-моему, их поддерживают, в европейском суде поправки. Но власть русских, это уже, вот, выступать в защиту русских, это, значит, называется шовинизм. И шовинизм в любой стране очень опасен. Это так же, как в Латвии люди выходили в защиту коренного населения. Может быть, это у вас происходит, я не связываю с тем, что происходит в Латвии. Вот это уже шовинизм, он опасен. Ну, кстати, о преамбуле Конституции, потому что государство, образующий народ, это в поправках, опять же, есть. В Латвии та же история, относительно недавно, несколько лет назад, была принята преамбула Конституции, в которой латышский народ назван основной нацией, и государство существует для его развития, развития языка и культуры, именно латышского народа, по этническому признаку. Ну, вот эта похожая история, она перекликается с российской Конституцией, хотя, если я не ошибаюсь, как раз слова русский там нет в поправках российских. Ну, но я должен сказать, в принципе, на эту тему можно поговорить, когда, тем более, вы, так сказать, не так жестко ставите переданный вопрос. Я должен сказать, что бесспорно, и в Латвии это тоже ошибка. Это идет отрыжка, но продолжение той темы, которая начиналась в 90-е годы. Вот, я считаю, и был сторонником вполне оправданным выходом при Балтийских республиках состава СССР. Я считаю, что СССР в свое время значит, их, в общем, незаконно, как бы, присоединил к себе, так сказать, и поэтому борьба демократических, национальных организаций поддерживала демократическая Россия в то время за суверенитет Балтийских стран. Но в результате, когда в эти республики пришли к власти те люди, которые называли себя демократическими движениями, они, в общем, на моих глазах иногда переставали быть демократическими движениями, остановились уже, в общем-то, у них и в названиях ведь было национально-демократическое движение, как правило, в названиях этих движений было, но потом мы видели, что они становились национальными движениями. Но я должен сказать, конечно, проблем много было, потому что было искусственное заселение русскими вот этих республик, но с этим надо мириться, это люди жили там поколениями, они там стали уже, должны стать гражданами этих республик, но я не готов дать рецепты, потому что это все сложно, в переходный период довольно сложно сохранять стабильность в ситуации государства и сохранять права и граждан. Надо это делать, я считаю, что если в Конституции Латвии сохраняется этот террор, вот эта самая коренная нация, то это неправильно, я считаю. От этого надо освобождаться. В переходный период это было полезно и необходимо, но сейчас надо освобождаться. Улдис, меня поправил, в Конституции написано не памат нация, а памат таутаба, не основная нация, а основной народ. В сути это не меняет. Это все, в сути не меняет. Я думаю, что это должно быть изменено со временем Конституции вашей страны. Еще звонок примем под занавес эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Выступать в защиту русских это шовинизм, то есть можно делать русскими что угодно, а в их защиту это шовинизм. И вы называетесь правозащитником, да? Вы меня неправильно поняли. Выступать в защиту русских в России это шовинизм. Вот это я имел ввиду. А выступать в защиту русских в Латвии вполне возможно и может даже необходим, мне трудно оценить. Еще звонок? Да, слушаем вас. Извините, маленькое дополнение. Вот вы же постоянно говорите, я заметил, что я не знаю, я не слежу. Почему вы не готовитесь к эфире? Вы же на Прибалтику вещаете. Спасибо. Ну, во-первых, мы приглашаем наших гостей в программу «Абонент доступен» и говорим мы о России в том числе. Поэтому гости не обязаны готовиться на тему того, на какую страну они вещают. Это от нас специальное для вас дополнение. Ну, слово. Нет, если бы меня предупредили в редакции, что я буду говорить о Латвии, я бы либо отказался, либо готовился совершенно верно. Да, но спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Правозащитник Лев Пономарёв был гостем. Программа «Абонент доступен». Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания.